Рассказываю о сути Flashpoint Campaigns Red Storm Players Edition на примере короткого сценария Purple One. Итак, на дворе 1989 год. Холодная война. ОВД решило напасть на Западную Германию. Сценарий по мотивам реальных событий. В Западной Германии был базирован 32-й полк полевой артиллерии Соединенных Штатов Америки, в составе которого были пусковые установки Lens, копье, способные доставлять ядерные боколовки до 100 килотонн. Советское командование знало об этом и разработало план Purple One, фиолетовый, который состоял в том, чтобы в нужный момент уничтожить пусковые установки и захватить коды их запуска. Советская разведка знала о местах пуска, местах боевого дежурства для этих пусковых установок. В частности, в районе Алзинау. Итак, 21 июля 1989 года был нанесен упреждающий удар по базе США с использованием химического оружия. После этого было замечено, что 32-й полк полевой артиллерии, в котором были пусковые установки Lens, копье, выдвинулся к месту пуска. И командир воздушно-десантных войск получил координаты этого места чуть севернее Алзинау лес, к юго-востоку от Нидерроденбаха и к западу от Фрайгерихта. Вот этот лес, в котором сейчас парк для игры в гольф. Где-то в этом лесе находятся рассредоточенные пусковые установки и штаб их командования с кодами запуска. Итак, начинаю с сценарий. В него можно играть как за НАТО, так и за ОВД. Настройки игры. Я выключаю анимацию боя, она очень дурацкая, так, чтобы игра шла быстрее. Там просто какие-то взрывы наносятся на каунтеры. Итак, чем играет ВДВ? Это три взвода спецназа с легким вооружением, три роты, ВДВ с безоткатками, с ПГ-9, четыре вертолета Ми-24П и штаб. Сценарий позволяет выбрать место развертывания. И вот, значит, на карте там видна цифра 5000. Это ГЕКС, в котором как раз разведкой сообщается, что там расположены коды запуска. Я буду нападать с трех сторон. Чаще всего, когда я выкладывал видосы по Armored Brigade, у меня спрашивали, какие впечатления относительно Flashpoint Campaigns. Ну так вот, Flashpoint Campaigns, в нем ГЕКСы шестигранные, а у Armored Brigade квадратные. Поэтому эти игры очень тяжело сравнивать. Хотя они и в то, и в другое есть свои фишки. Значит, в нашем сценарии у нас вертолет, входит сценарий разряженный, поэтому мы его должны зарядить. Заряжаются юниты только рядом со штабом, поэтому, соответственно, он должен начинать игру рядом со штабом. Значит, при отдаче команд, ну и понятно, что команда есть там двигаться быстро, двигаться осторожно и штурмовать. Так вот, штурмовать можно отдать только вблизи штаба, поэтому отряды, которые дальше находятся от штаба, сколько-то ГЕКСов, они не могут сразу же штурмовать. Нужно отдавать приказ на движение, и штурм они могут осуществлять только, когда они будут ближе к штабу. Значит, я выставляю маршрутные точки, чекпоинты. Фишка игры, особенность, например, относительно Armored Brigade, здесь можно для чекпоинтов выставлять время. Когда отряд будет туда прибывать. Это очень удобно, можно координировать атаки с нескольких сторон. То есть, я выставляю задержку на точках, таким образом выбираю время, когда они будут прибывать на следующие точки. Это очень крутая фича. После того, как выбран маршрут, также нужно выбрать алгоритм действия этого отряда на конкретной точке. Он будет либо укрепляться на ней и держаться, либо он будет стараться держаться вдалеке, на определенном расстоянии от врага. Это, например, хорошо для разведки, для штабов. И вот я тем, кто идет на точку с кодами штурмовать, ставлю hold. Для штабов я ставлю screen. У противника, по данным разведки, 20-30 бмп, скорее всего, это Брэдли, поскольку американцы, соответственно, с десантом. Так, вот штабу я ставлю screen. Также у противника есть ПВО. Я начинаю игру. Длительность хода здесь переменная. Вот, мы заметили какой-то радиосигнал противника, кроме того, мы запеленговали работающие радио штаба. Значит, штаб это хорошо, мы могли бы артиллерию на него вызывать, но у нас ее нет. И вот мы видим, что какой-то радиолокатор работает, поэтому мы не можем применять вертолеты, пока не уничтожено ПВО, поскольку оно обладает локаторами, оно очень быстро их обнаружит и уничтожит. Значит, переменные ходы. Когда вы отдаете команды, вас тоже, ваш штаб могут запеленговать. И чем больше применяются средства радиоэлектронной борьбы, тем больше длительность между отдачами команд, то есть тем получается ход дольше. Причем не для обеих сторон. То есть для одной стороны ход может быть очень долгий, то есть там, я не знаю, полчаса, а для другой они могут корректировать свои действия каждые там 10 минут. То есть это, опять же, фишка игры. Асимметричная длительность хода. Ну вот, наши передовые части вышли. Мы нашли Брэдли, вступили в бой. А, там, нет, М113, да, М113 и Брэдли. Вот, Вулкан, Вулкан это ПВО. Как только мы сможем уничтожить ПВО наземными частями, мы начнем применять вертолет. Я думаю, что мы скоро сможем уничтожить этот Вулкан, поэтому я сразу же отдаю вертолету команду заходить с юга на точку. Видимость хорошая, хотя бы был туман. Еще много-много пехоты на холмах. Мы вступаем в бой с ними. Бой резолвится очень быстро, то есть сейчас у меня показываются только линии, красная линия мы стреляем, синяя линия по нам стреляют так, враги начинают, мы тоже там гибнем. Если бы у меня была включена анимация взрывов, все было бы гораздо дольше. Все, Вулкан уничтожен, можно применять вертолет. Мы видим пусковые установки ядерных ракет Копье к югу от точки 5000. Нам необходимо добраться до них и уничтожить. Если мы не уничтожим, то мы не сможем получить хорошую оценку за сценарий, мы не сможем получить Total Victory. Если мы не займем точку 5000, это будет означать, что мы не захватили коды запуска, поэтому тоже мы не получим Total Victory. Причем в этом сценарии, помимо этого, нужно еще сделать все это за определенное время. Есть основное время и дополнительное время. Так, по нам там кто-то стреляет из города, войска ведут бой в ВДВ с превосходящими силами противника, но тем не менее хорошо отстреливают механизированную пехоту, врага, какие-то там расчеты. Это реальное время. Вот, все, значит, вертолет уничтожил эти пусковые установки, мы продолжаем двигаться, мы нашли штаб, еще М113 Брэдли, подбиваем их. У меня все идет хорошо, я не корректирую свои команды. Естественно, будет требоваться время, если я буду там новые чекпоинты расставлять отрядом, чтобы они сориентировались. Я могу дополнительные команды отдавать уже двигаться именно на точку, занимать ее. Просто шик прохода этого сценария, чтобы уложиться с захватом точки и с уничтожением именно в основное время примерно до 7 часов утра. Сейчас 6.45, 21 июля. Вертолет над штабом обстреливает на холме пехоту. Ну, у нас, конечно, были потери, но сейчас есть хорошие шансы занять точку именно за основное время. Быстро резолвится бой. И вот, поверьте, ничего хорошего в этой анимации нет. Она все время одинаковая, там ничего не меняется. То есть это просто тянуть в лист. Так, у нас сбили вертолет, ну и черт с ним. Мы все, мы захватили 5000 точку. Мы захватили коды, поздравляем. Все, я передаю коды командованию. По сути, миссия выполнена, все нормально. Остается только посмотреть на итоговый счет. Вот, мы продолжаем добивать. Теперь уже нас вряд ли выбьют оттуда. Приезжает какая-то техника. Все, там есть все. Конец игры. 98% рейтинг. Decisive success. Это фактически total victory. Мы захватили 5000. И посмотрите, там точку захватывают не только те, кто на ней находится, а и те, кто вокруг. И этот круг, радиус круга, он меняется в зависимости от конкретного времени, там сколько ходов прошло. И тем не менее, нашим войскам хватает, по результату этого конечного анализа, хватает сил, чтобы держать эту точку уже до прихода подкреплений. Смотрим, смотрим. Decisive success. Это лучший результат. Здесь не total victory, а Decisive success. Больше 58%, просто у нас 98%. То есть это лучший результат. Если бы было в дополнительное время, тоже можно получить Decisive success, но это уже не так интересно. Американцы потеряли огромное количество... А, 40-миллиметровый там этот... Гранатомет, штаб, тяжелый пулемет, свою-то пусковую установку, 4 Volkana, М113, 16 Bradley. Это вот ВДВС СПГ-9, что делает. Мы потеряли всего 2 СПГ-9, и 2 отделения этих спецназа получили потери. Мы потеряли также вертолет. На самом деле потери очень-очень маленькие, по сравнению с количеством Брэдли. Ну, конечно, в лесах Брэдли, что там глухие леса, еще с туманом. Ну, вот так вот. Такая игра. Вот, собственно говоря, Flashpoint Campaigns. Сценарии побольше играются, в принципе, так же. Там танки, там дороги, там мины, артиллерия. Но суть вот в шестигранных гексах, в масштабе, где одна фишка представляет собой роту или взвод. Разведка там катается, вертолеты, самолеты. Но вот очень быстрый сценарий показывает основную суть.